Всем привет! С вами Игорь и сегодня мы поговорим с вами о лопастях из оцинковки. Сейчас у нас как раз разгорелся такой спор в нашей гильдии альтернативщиков. Какие лопасти лучше? Но почему-то говорят только о лопастях с канализационной трубы оранжевой и стеклопластиковых. Их почему-то только сравнивают, афишируют, показывают и забывают про лопастя из оцинковки. А я вот именно, в моем мнении, что самый лучший вариант для самодельщика это вот именно лопасти с оцинковки. Вот это вот мое мнение. И я это сейчас попробую доказать, аргументировать, почему я так думаю. Но сначала о лопастях, плюсы и минусы, те, которые я вижу, лопастей вот этих вот стеклопластиковых. Ну сразу стеклопластиковые имеются в виду вот это вот стеклоткани, поксидные или полиэфирные смолы и все такое. Вот это стеклопластиковые, что я понимаю. И с канализационной трубой тут объяснять в принципе не надо. Все понимают, какие это лопасти. Плюсы и минусы этих лопастей. Вкратце. Ну, к стеклопластикам тут, конечно, придраться не к чему. Это идеальные лопасти. Это во всем супер лопасти. Во всем. Идеальное аэродинамическое качество. Обтекаемость, долговечность, надежность. Ну если соблюдены, конечно, все технологические условия производства. Там нет никакого брака, там никто ничего не сэкономил. То эти лопастя это супер вариант. Это супер, это самый лучший вариант. Самый лучший вариант. Но претензий тут никаких не может быть. Но их цена, товарищи, цена, цена их, заоблачная цена. Это они очень дорогие. Но они не могут быть дешевыми. Потому что там надо сделать эту матрицу. Этот шаблон. Это дорогие вот эти смолы сейчас. Эти стеклоткани. Арматура там какая-то вклада. Это все очень дорого. Они даже теоретически не могут быть дешевыми. То цена вот этих лопастей, она, можно сказать, на мой взгляд, сводит сразу на нет вот эти все преимущества. На нет сводит. Почему? Потому что, ну, как бы в моем регионе, да, с моей ветровой ситуацией, надо, как бы, учитывать наше капиталовложение, вот такое изделие, как ветряк, такую альтернативу. И с ожидаемым выхлопом, как-то сравнивать это, сопоставлять. Ну, то есть, я считаю, было бы неправильно вкладывать большущие деньги в то, что будет работать раз в неделю. Понимаете? Вот у меня, например, мой ветряк, он выходил на номинальную мощность расчетную, может быть, два раза в неделю. Это в лучшем случае. Два раза в неделю. А так он себе работает по чуть-чуть, там, какие-то ватты выдает, там, ну, сотни ватт, иногда и киловатты, потому что у меня большой ветряк. Кто не знает, смотрите, у меня там есть серия видео, как ее делать. Я опять ее буду переделывать, кстати, это такой альтернатива геморр на всю жизнь, это ветряк. Да. Ну, сейчас не об этом. То есть, надо как-то это сопоставлять. Вот если бы я жил, например, Крым, все Приморская вот эта вот область, да, там, Мариуполь, Одесса, там, да, там нет вопросов. Там есть смысл покупать такие лопасти, вкладываться дорогие большие деньги в ветряк, потому что он вам это отработает. Он вам это окупит когда-то, ну, я думаю, по-любому окупит. Вот. Надо, чтобы он работал, главное. Вот это вот ключевая мысль. Он должен работать. У меня он, ну, я вложусь в него, куплю вот эти вот дорогие пластиковые лопасти, вот, супер-пупер генератор, все такое, и что дальше? Он будет, у меня же, говорю, работать очень редко. Поэтому, я же говорю, надо как-то здравомысляще оценивать выхлоп с вашей альтернативы, который ожидаемый, и так вот немного сравнивать, что в нее стоит ли вообще в это дело вкладывать. Вот. Ну, вот хорошо помогает, например, это оценить среднегодовая скорость ветра в вашем регионе. Вот смотрите на нее, вот, ну, то есть пальцем вот так ветер, вроде ветер есть, так не годится, понимаете, это обманчиво. Вот эта вот среднегодовая скорость ветра, она сразу вам покажет, какая у вас ветровая ситуация, и стоит ли вкладывать большие деньги. Если у вас среднегодовая скорость меньше пяти метров, или там в секунду в год, вот, то я в этом смысла не вижу, и вижу смысл, как можно меньше вложить ветряк, чтобы он просто работал. Вам нравится ветряк, сделайте ее подешевле, и пускай все работает. Ну, мое это, это мое мнение. Вот. Вот такие вот недостаток, вот, единственный недостаток этих стеклопластиковых лопастей, такой вот подытожить, да, все прекрасно у них, идеальная аэродинамика, все-все-все, супер, долговечность, все, если вся технология соблюдена. Но цена, 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 она, я не знаю, когда они окупятся. Вот, поэтому цена, я же говорю, она, можно, на мой взгляд, сводит на нет вот эти вот все плюсы стеклопластиковых лопастей. Теперь лопасти из трубы, канализационные, оранжевые. Ну, тут цена наоборот, они дешевые. Дешевые, их может сделать каждый. Вот, ну, еще я забыл, вот, сказал насчет стеклопластиковых. Самому их вообще нет смысла делать, самому. Потому что делать матрицу, вот этот вот шаблон, где они там закладываются, формируются ради трех лопастей, ну, это, смысла в этом нет никакого. Их, наверное, проще купить. Это еще выйдет дороже их самим, наверное, делать. Вот, поэтому да. Так, теперь вот эти вот канализационные лопасти. Они дешевые, да, вот это самое главное их преимущество, это их дешевизна и простота изготовления. То есть, ее эти лопасти может сделать каждый. Каждый ветролов, ветролюбитель, начинающий, там, это довольно-таки просто. Есть уже расчеты, все готовые, там, схемки, чертежи вырезал, с бумажки наложил, обрезал, зашлифовал, все как положено. Вот, но на этом, наверное, все преимущества и заканчиваются этих лопастей. И начинаются недостатки. Ну, во-первых, это все-таки пластмасса. Надо понимать, что это пластик. Вот. И он боится ультрафиолета. Ультрафиолет, как мы знаем, он, пластик, это такие, совершенно не дружат с собой эти вещи. И ультрафиолет потихоньку, понемногу, он будет спаливать этот пластик. И они будут становить более такие хрупкие, потеряют свою, когда-то потеряли свою пластичность. Ну, и, соответственно, когда-то они, то есть, недолговечность. Это раз. Во-вторых, это отсутствие полнопрофильности. Вот, ну, нет там профиля. Как ни крути, они не полнопрофильные. И душка, она, в принципе, даже теоретически не может развивать такие скоростя, как полнопрофильная лопасть. Ну, там, с той же оцинковки или стеклопластика, да, самолетная лопасть. Это теоретически невозможно. Вот даже возьмите вот самолетные вот эти вот планеры, кукурузники. У них всех крылья дужкой. Ну, что они летают с малой скоростью. Там, где большие скоростя, там уже идет вот этот вот бруксель или, как он там называется, там уже обтекаемый полностью вот этот вот профиль. Каплевидный, так называемый. Вот. Или симметричный, или несимметричный. Ну, это уже такое дело. Но душка, она не может, не может развить. Даже вот, ну, вот, я считаю, вот эти вот сдушки, крылья, они хорошо подошли для ветронасосных агрегатов. Много лопастей, вот, воду качать, там, мне кажется, нормально было бы. Ну, и то, если ветронасосные агрегаты посмотреть в книжках или, например, в американских фильмах, то там тоже с оцинковки выгибается от этого вот. Ну, что она просто долговечная. Ну, вот, вот такие вот недостатки, вот этих вот лопастей из-за канализационной трубы. Это не долговечность, ну, что ультрафиолет их все равно когда-то спалит. Отсутствие профиля, значит, отсутствие скорости. Ну, не то, что отсутствие скорости, она тоже набирает нормальную скорость, но не такую, как полный профиль. Это надо понимать. Отсутствие, конечно, отсюда и будет потери KF у нас и все такое. Ну, и я бы еще добавил конструктивную не жесткость. Вот, они конструктивно не жесткие. Когда она еще более-менее круглая, да, там, такой вот есть поворот, она еще жесткая. Но от половины она уже идет там практически вот этой вот круга ребра, вот этого, как бы, ну, понятно, да, потому что я говорю, уже она там распрямляется и уже жесткости там нет. Это значит, когда-то оно поломается, со временем, я так думаю, что оно должно будет сломаться. Особенно, когда еще и ультрафиолет так подпалит солнце. Она станет более хрупкой и так далее и тому подобное. Вот это вот недолговечность, отсутствие профиля и конструктивная, слабая конструктивная жесткость. Вот это вот основные такие недостатки. Из плюсов это дешевизна, простота изготовления. То есть каждый самодельщик может начинать потренироваться на таких лопастях легко. И вот это вот я рассмотрел вот эти вот лопасти, да, канализация и труба и стеклопла. Теперь подходим к моим любимым социнковке. Вот, я даже выписал все их непреимущества. Итак, дешево. По цене, по цене лопасти с оцинковки, они практически приравниваются к лопастям с канализационной трубы. Это просто. Оцинковка есть в любом хозяйственном магазине. Вот у нас, например, в нашем сельском хозяйственном 315 трубы канализационно-оранжевой нет. Потому что это довольно-таки специфические размеры. А оцинковка есть. Оцинковку лучше всего брать потоньше. 0,3-0,4 там большая толщина не надо. Вот оно хорошо, легче гнуть ее, работать с ней. Ну, там ничего с ней не будет. Ну, там еще есть такие нюансы по оцинковке. В крыльях, из моего опыта, в крыльях с оцинковкой нельзя ставить дерево, потому что внутри крыло будет конденсат образовываться. Это дерево сгниет по-любому. Нельзя запенивать, нельзя какие-то ставить пористые материалы, которые могут впитывать влагу. Потому что там по-любому будет конденсат. Если вы туда что-то там запените, отверстия торцевые или еще что-то такое, влагонапитывающее, вставите туда дерево или фанеру, или что-то такое. Оно по-любому там сгниет, напитает дерево, начнется дисбаланс, биение и так далее. Поэтому ничего влагопитывающее туда ставить внутрь нельзя. Вот такой вот очень важный нюанс, нажитый моим опытом. Вот. Так, да, дешево. Вот это вот дешевизна. То есть плюс вот этих вот лопастей, огромнейший плюс, это то, что их дешево сделать. Внутрь, там много видео, кстати, на Ютубе, как их изготавливать. Эти лопасти с оцинковки, если вам интересно, смотрите. Например, хорошее видео, вот недавно смотрел АКБ Киев Константин. Он старый еще показывал, как он делает эти крылья с оцинковки. Очень интересные видео. Они получаются у него легенькие, такие эффективные. Там профиль, все есть. Вот там, ну, класс, короче. Вот, то есть дешевизна, это самый главный плюс. Вот, мне кажется, они даже могут быть и выйти дешевле, даже, чем эти лопасти с трубы канализационной. Мне так кажется. Дальше, второй плюс, полный профиль. То есть у нас лопасти с оцинковки будут работать примерно так же, ну, почти так же, почти так же, как и лопасти с стеклопластиком. Даже если вы там не сделаете крутку, там или не доделаете, там, да, какие-то могут быть от саморезов, бугорки небольшие, которые будут немного снижать аэродинамические качества. Но это будет очень сильно приближено, приближено, максимально приближено аэродинамическое качество таких вот лопастей с оцинковки, если их все правильно сделать, по-уму, будет максимально приближено вот это по киеву, всему этому к лопастям из стеклопластика. То есть это супер, аэродинамические качества там отличные. Вот, плюс еще добавить, к тому же, идеальная гладкость оцинковки, это очень важно для крыльев, чтобы не было каких-то шероховатостей, перепадов. Ее не надо шпаклевать, ее не надо красить, она уже, ну, готовая оцинковка, согнул, заклепал там, или замок сделал на хвостике, все, готовая лопасть. Это супер, просто супер. О, я же говорю, не красить не надо, не полировать, гладкость уже идеальна. Все, это огромные плюсы. Третий огромнейший плюс, это возможность переделки. Да, вот я вот свои лопасти с оцинковки уже буду четвертый раз переделать, я не покупал другую оцинковку, я просто те же взял, раскрутил, саморезы повыкручивал, опять перекрутил, какой мне надо профиль. То есть переделать их, это проще простого лопасти, свои же, тренироваться, так сказать. Ну, что, ну, все знают, что часто у нас самодельщиков оно сразу не получается, и стеклопластиковые, если вы сделаете, не такие, это уже все, вы их не переделаете. Это просто поставить их где-то или кому-то подарить, вот, то есть переделать их, ну, из канализационных тоже, я думаю, ну, можно, в принципе, переделать. Ну, вот, самые лучше подаются переделки, я считаю, вот, эта оцинковка, это идеальный материал для переделок. Четвертый плюс, простота изготовления, да, ее просто сделать, ну, для каждого, для каждого, даже не жестянщика, это просто, там есть, правда, нюансы некоторые, вот, например, заметил, что лист оцинковки может хорошо гнуться без заломов, только в одну сторону. То есть, или в поперек листа, или вдоль листа, вот, это надо пробовать просто, без заломов, если, вот, например, неправильно гнуть его, ну, не в ту сторону, то он будет заламываться, то есть, такие будут резкие переломы. А если выбрать правильную сторону, он отлично гнется, плавно сгинается, так вот это, особенно переднюю, вот, этот лоб, часть, хорошо гнется. Вот, так что, любой, я же говорю, самодельщик, начинающий, может себе сделать такие лопасти, видео, мастер-классов на ютубе, море, об этом, как их крутить и делать это, работать жестко, и ничего там сложного нет. Нет, буквально за несколько часов можно сделать эти лопасти, за несколько часов, товарищи, это супер. Дальше, следующий плюс, пятый, легкость. Да, они довольно легкие, не надо выбрать просто оцинковку 0,5, 0,6, 0,7 толщина, зачем? Берите самую тонкую, 0,3 и внутрь, ну, желательно, конечно, алюминиевую трубу, чтобы еще легче было, но, в принципе, я думаю, это не критично, если вы возьмете, я, например, буду брать обычный стальной квадрат, 4х2, например, внутрь просунули, саморезами прикрутили, все, или заклепали, никуда не денется, абсолютно. Вот, так что, и по весу, эта лопасть, я думаю, выйдет не тяжелее, чем степлопластиковая или с этого. Плюс еще из канализации, плюс еще лопасти с оцинковки тоже вариант, момент очень важный, можно сделать набагато длиннее, намного длиннее, чем из, например, канализационной трубы. Ну, что, канализационная труба, там есть ограничение по длине, вы можете сделать, там, по-моему, я не знаю, сколько максимум, полтора метра лопасти, или сколько там. А с оцинковки можно и двухметровые делать, и по два с половиной, там, и даже больше. У меня были лопасти с оцинковки по четыре метра. Работало все, в принципе, ничего страшного. Да, вот это такой пятый, немаловажный плюс, легкость самой лопасти. Шестой, надежность и долговечность. Ну, наверное, я скажу правду, если скажу, что это самые надежные и долговечные лопасти, потому что это металл. Ну, канализационная труба, это, как мы уже выяснили, да, солнце, и все равно ее спалит. Как стоит на ультрафиолете стеклопластик, ну, вот это вот я не знаю, тут надо какие-то более глобальные исследования смотреть. Вот, ну, что-то мне кажется, что все-таки металл оцинкованный простоит дольше, чем вот эти вот эпоксидные или полиэфирные смолы. Все-таки солнце, мне кажется, их разрушает. Пускай медленно, но, тем не менее, какие-то там разрушения будут. Поэтому по надежности и долговечности, я думаю, это супер лопасти. Там вне конкуренции. Ну, говорят, там усталость металла, да, может быть, но, мне кажется, если мах нормальный, вот это вот главное, тут все понимают, да, что самая большая нагрузка, она будет не на оцинковку идти, а на вот этот вот мах, который мы впихиваем внутрь нашего крыла и крепим уже там к ступице или к чему. Вот этому больше надо конструктивной жесткости определить внимание, вот этой части, вот именно, да, крепления к ступице, к корневой части крыла, чем вот самую оцинковку. Оцинковка она никуда не будет. Ее нормально закрепить заклепками или саморезами к маху, чтобы она просто не слетела от центробежной силы. И все, и там она прекрасно будет работать и ходить. Вот, поэтому я вот голосую именно за такие лопасти. Я считаю, их зря альтернативщики недооценивают, не так широко употребляют. Хотелось бы, чтобы их больше использовали, потому что я считаю, это идеальный материал для самодельщика, для крыльев, для ветряка самодельного, особенно, когда не хочется вкладывать в это много денег. А я бы не советовал в это вкладывать много денег. Ну, в моей ветровой ситуации, вот я считаю так вот, в моем регионе, в каких-то других регионах может по-другому быть, и кто-то захочет вложиться, но я, я нет. Ладно, пишите, что вы думаете об этом, может какие-то еще плюсы и минусы, вы заметили, которые я забыл озвучить, этих лопастей и цинковки, и стеклопластиковых, и других. Все, всем пока, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok